Добрый день дорогие друзья, в эфире радио Медиаметрикс Владивосток и я Ольга Лопухова. И сегодняшняя наша передача посвящена продолжению темы генетика поведения людей в стрессовых ситуациях. У нас в гостях Валерия Месник, сертифицированный инструктор ряда направлений кинезиологии, звукотерапевт, нейрокинезиолог, психолог, микрокинезотерапевт. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Ольга. Валерия, мы с вами говорили о специфике поведения людей в стрессовых ситуациях, о том, что стрессовые ситуации окружают нас повсюду, что это не обязательно какие-то глобальные катастрофы, а обычное напряжение в жизни мы называем стрессом. И о том, что разные люди в одних и тех же ситуациях могут вести себя и думать, и действовать по-разному. И что это можно даже увидеть в структурах лица. Да. И всё это изучает кинезиология. Концепция три-ин-ван или единый мозг. Это направление, которое создали Даниэль Уайтсайд и Гордон Стокс. И это направление очень известно было в последние годы у нас в России. Так вот, родители Даниэля Уайтсайда занимались генетикой поведения или особенностями поведения людей в целях лучшей профессиональной ориентации. А вот Гордон Стокс, он эту информацию изучил и нашёл способы, как стрессы, которые люди испытывают в тех ситуациях, когда их стиль поведения не совпадает с поведением окружающих, или его ожидания к тем или иным поведенческим моделям не оправдываются близкими, детьми, начальством и так далее. И это очень действенные технологии, с помощью которых можно улучшить качество жизни каждого из нас. То есть улучшить взаимоотношения, устранить напряжённости, внутренние конфликты, внешние конфликты. И в результате значительно повышается жизненный потенциал человека, улучшается его здоровье. И несколько передач мы уже уделили этому вопросу, а сегодня, если вам интересно, мы продолжим. Сегодня, да, мы продолжим и надеемся узнать ещё много интересного и нового. Итак, следующая группа. Итак, мы будем продолжать разговор о том, что люди чувствуют и как они себя ведут в той или иной ситуации. И, может быть, вы замечали, что есть люди, которые чаще всего, не считаясь ни с чем мнением, если они решили что-то сделать или каким-то образом поступить, они не думают никого предупреждать, делают так, как они считают нужным. И не считают необходимым объяснять свои действия. И в то же время они вообще не спрашивают, а почему ты не пришёл, а почему у тебя плохое настроение. Вот есть люди, которые этими вопросами не задаются. И, напротив, другая категория людей, которые, прежде чем что-то сделать, они сто раз наведут справки, они всем объявят и объяснят, я хочу это сделать вот потому-то и потому-то и потому-то. И к окружающим у них куча вопросов. А почему ты опоздал? Нет, ты мне объясни, что тобой руководит, или что ты, зачем ты это сделал, почему и так далее. И они могут находиться вот в этих вопросах к себе, к окружающим и в мысленных объяснениях и оправданиях. То есть если ещё что-то не получилось у них, то они должны непременно оправдаться. Ну вот пример. Заходит человек опоздавший, извините, и садится. О, ему в голову не приходит. Он зашёл, извинился, ну и ладно. Или другой человек, он заходит, и он может 15 минут рассказывать и оправдывать, что вот транспорта не было, воду выключили, света не было. Ну и правда это или неправда, это не имеет значения. Но он на 15 минут опоздал, и ещё 15 минут он будет объяснять, и крайне сложно вот в таких ситуациях человека остановить. Даже если мы сейчас в Остану, он подойдёт в перерыве и будет это объяснять. Да, и получится, что если два человека с таким полярным поведением встречаются вместе, будь они там в одной семье или на работе в одном кабинете, то между ними возникнет конфликт. Ну, чаще всего люди приходят с какими-то конфликтами в семье или на работе, и знания вот этих особенностей, они позволяют людям задумываться о том, как они ведут себя и как они воспринимаются окружающими. И лучше понимать тех людей, которые, как им кажется, предъявляют к ним претензии или не понимают. То есть тем, кто не объясняется с окружающими по поводу своих поступков, если они задумаются, они спокойно могут там, где необходимо, предупреждать, что я вот хочу сделать так и так, как ты на это смотришь и так далее. А тем, кто погружён вот в эти измышления, они, если стресс не так глубок, и человек в состоянии справиться с этим сам, то они будут экономить невероятное количество времени себе, окружающим. И главное, когда они гоняют вот эти оправдательные процессы, то есть им хорошо быть адвокатами, они могут оправдать вообще всё, что угодно. Ну, в первую очередь, конечно же, себя. Но иногда вот эти их тирады, этих великолепных речей, никто не слышит, они крутят это в своей голове. И на это тратится масса энергии. То есть мозг, он поедает процентов 20 наших жизненных ресурсов. И если эти 20% работают на нас, то это здорово. А если они работают в холостую... Да, конечно, лучше пустить энергию в мирное, в нужное условие необходимо. Да. Если рассматривать вопросы дистанции людей, вот как себя чувствуют люди, находясь в тех или иных дистантных... Мы к следующему, да? Да, мы переходим к следующему поведенческой особенности, которую тоже можно с первого взгляда увидеть и прочитать на лице человека. И это чаще всего так и в большинстве случаев подтверждается. То есть есть люди, которые сразу заходят в гущу событий, со всеми знакомятся, все у них вот сразу друзья, они без какого-то напряжения могут и обняться с малознакомыми людьми и какие-то доверить какие-то свои достаточно личные вопросы. А другие люди длительно присматриваются к окружающим. То есть они создают свое мнение, впечатление, с кем можно выстроить контакт, с кем безопасно, а с кем, может быть, тем лучше и не нужно сближаться. Но вот когда они выберут себе тот объект, с которым им удобно, комфортно общаться на близкой дистанции, вот это действительно для него будет являться другом, близким человеком, и этот контакт для него будет ценен. В то время как те люди, которые легко заводят связи, контакты и так далее, иногда окружающим может казаться, что это какие-то более серьезные отношения, они могут предполагать за таким близким застремлением моментально приблизиться, включить в какой-то дружеский контакт. Но вот такие контакты дружеские или партнерские, они не всегда под собой имеют основательную почву. То есть это тоже противоположные линии поведения. И здесь вопрос уважения для людей очень важен. Вот одному человеку кажется, что если сходу его не приобнили и как бы не вошли с ним в самый такой близкий контакт, не перешли с ним на «ты», не стали обсуждать какие-то личные планы, то его мало уважают, его не совсем как бы принимают, и они могут показаться, то есть они могут почувствовать себя обиженными, неуважаемыми. То есть тот, кто ходит быстро сам в контакт, он ждет того же от окружающих. А я думаю, проблема-то в чем? А проблема в том, что если такой человек вступает, нарушает границы того человека, которому нужно сначала присмотреться, составить какие-то более или менее ясные для себя впечатления, которые привык разговаривать на «вы», и даже с теми, с кем он вообще знаком, 10 лет знаком, и все равно на «вы». Бывают такие люди. Да. Да, это не всегда профессиональные какие-то аспекты, но у нас есть области. Внутренняя такая, да. Да, это внутренняя дистанция. То есть если к нему вот эта вот широкая душа, и рубаха, парень подойдет, постучит по плечу, похлопает, подержится пуговицу, возьмет за руку, то человек почувствует, да еще на «ты» назовет с первого раза, то человек тоже почувствует нарушение своей границы, и он почувствует в этом фамильярность. То есть для одного человека это выражение каких-то дружеских чувств и приятия, а другой может еще больше отодвигаться. И можно наблюдать такие ситуации, когда один из собеседников старается приблизиться для того, чтобы что-то объяснить. То есть если люди в нормальных находятся условиях, отсутствует стресс, то они наблюдают ситуацию и могут контролировать вот эту вот дистанцию сами для себя. Они и отдаляются, и приближаются, ориентируясь на реакцию собеседника. Вот на этом я хочу, на это я хочу обратить внимание. А если нет в стрессе, один приближается, берет за руку, пытается сказать что-то важное вот прямо на ухо, и если у них противоположная структура, то другой человек от этого входит в еще больше стресс, он старается отодвинуться, вскочить, выйти из кабинета, и у них на голом месте вот совершенно беспочвенно тот конфликт, которого могло бы вообще не быть, он может возникнуть, потому что на бессознательном уровне они чувствуют нарушение своих границ, и они могут чувствовать себя обиженными. Я говорю о бессознательной реакции, потому что ни тот, ни другой могут не сделать ничего с точки зрения логики предрассудительного, оскорбительного и так далее. Но иногда люди увольняются с работы, и какие-то предпринимают очень резкие действия, то есть люди могут вне кризиса работать, работать в комфортных условиях, а вот с наступлением какого-то длящегося напряжения вдруг у них могут начинаться какие-то недопонимания. Да, и, наверное, в любом коллективе бывают какие-то моменты напряжения, какие-то отчетные периоды, может быть, какие-то перестроения, и, конечно, любому руководителю было бы полезно знать эту информацию. Валерия, давайте мы повторимся для тех слушателей, которые, может быть, не видели предыдущие передачи. Как же можно, вот вы говорите, увидеть, можно, глядя на человека, увидеть эту структуру? Вот, то есть где можно получить информацию, как можно узнать, как это увидеть? Более подробная информация выдается только на курсах. То есть этому можно научиться? Этому можно научиться, пройдя соответствующее обучение по курсу Трин Ван Капце. Концепт – это международная образовательная корпорация, которая во многих странах дает возможность людям получить более подробную информацию о себе, о своих особенностях во время стресса и дает технологии рассеивания эмоционального стресса. Это полезно. То есть не только видеть, но и помогать людям в данной ситуации. Да, и почитать об этом, посмотреть выпуски другие, которые мы записывали, можно на сайте Кинез.дв, там информация время от времени обновляется, и там же висит расписание, по которому можно прийти на те или иные бюджетные мероприятия с тем, чтобы более или менее получить подробную информацию по всем этим вопросам. Так вот, если говорить о последней особенности поведенческой, то она действительно совершенно необходима любому человеку. Например, кто-то заходит в магазин, и консультанту необходимо представить продукцию любого уровня, от стирального порошка до машины, вычислительной техники и так далее. Вот любую. И к одному человеку нужно подойти достаточно близко и, может быть, взять его под руку, провести и показать ему эту продукцию, а с кем-то нужно держать дистанцию на полтора-два метра и, может быть, и меньше, но это необходимо отслеживать, иначе человек уйдет, даже если ему эта продукция необходима. Если говорить о контактах с детьми, то процесс обучения – это тоже достаточно стрессовая ситуация. И с кем-то из детей можно наладить контакт, погладив его по голове, по плечу и так далее. Хотя это не совсем сейчас практикуется в школах, но тем не менее просто взять за руку, и ребенок успокоится, и будет себя чувствовать комфортно. Ко мне приходила мама не так давно, проблема, поменялся воспитатель, и вроде как бы она точно так же себя ведет, грамотный специалист, а ребенок крайне некомфортен. И разница, когда я спросила о том, как… Я посмотрела фотографию девочки и спросила о том, как выглядит новый старый воспитатель. Да, там действительно проблема была в этом контакте. И на вопрос мамы, что, наверное, прежняя воспитательница часто брала детей за руку, иногда приусаживала к себе на колени, и там проходила во время сонного часа, каждому поправляла одеяльца. Да. А у другого воспитателя немножко другая структура, и работа достаточно стрессовая. И не в ее генетике каждого вот сажать себе на колени, подходить, брать и так далее. Она дистанцировалась от детей. Кому-то это было, наоборот, более комфортно. Но не этому ребенку, у которого потребность в тактильном контакте, в близком контакте, так только тогда она спокойна. И вопрос решился. Вопрос решился. Мама подошла к воспитателю, поговорила. Произошел такой переходный период, когда обе стороны перестроились. С девочкой тоже мама объяснила ей в виде сказки те или иные ситуации. И ребенок стал более спокойно ходить в садик. Да, действительно, есть профессии, для которых очень важно видеть эти структуры, чувствовать людей, понимать, что с разными людьми не надо по-разному. Да. И кроме всего, есть профессия муж, жена, отец, мама и так далее. Дедушка, бабушка, дочь, сын. Это тоже наши роли, от качества, в которых мы проживаем и выполняем, зависит и наше здоровье, и судьба, и судьба, и здоровье наших близких. Да. И мы продолжим. Да, мы можем двигаться дальше. И мы поговорим о сдержанности и контроле. Вам встречались люди, которые достаточно легкомысленно относятся к тому, могут ли они управлять данной ситуацией или нет? Бывает. Ну, будет, так и будет. Да, как сложится. Как это, как сложится. Будет все как положено, а почему не по плану? И люди с выраженной структурой, можно сразу видеть, что этот человек будет контролировать. Во-первых, он будет контролировать себя, свои эмоции. Далее он будет контролировать своих близких, подчиненных и так далее. И он будет чувствовать себя, если он не в состоянии проконтролировать людей. И они себя ведут, вот как вздумаются, нарушают его план, линии поведения, генеральный план. Вот каким-то образом они по-другому себя ведут. Он себя чувствует очень разочарованным. Он чувствует, что он виноват, что он не смог проконтролировать весь свет. Я говорю он, потому что чаще всего эта структура встречается у мужчин. И если вы посмотрите фотографии профессиональные, военных, людей, которые связаны с силовыми структурами, то там очень часто эта структура, она выражена очень ярко. А у людей творческих специальностей значительно реже эта структура выражена. Так вот, если человек чувствует, что контроль это его жизненная задача, то следует задуматься, комфортно ли окружающим. Ведь иногда в семьях родители, отцы чаще всего, иногда мамы, женщины, они начинают контролировать. Еще хуже всего, когда у женщины эта специфика контроля, и она не осознавая, начинает контролировать тех, кому необходимо предоставить уже свободу или в принципе свободу. И на почве контроля возникает очень много проблем, особенно это касается семей. Подчиненных необходимо контролировать не там, где нужно. И самое главное, это самоконтроль и контроль своих эмоций. Это люди, которые не могут выразить своих чувств. Они все живут в некой схеме. И это вызывает большие напряжения и недопонимания, особенно у детей. То есть у них возникает бунт. те люди, которые хотят контролировать. Они же из благих пожеланий хотят контролировать. Они же хотят, чтобы было лучше, чтобы все были здоровы, счастливы и так далее. Но в результате получается напряжение. И те, кого они так любят, они пытаются выбраться из-под этого контроля. И как только у них это получается, дети сбегают и не дети сбегают, потому что каждый хочет жить своей жизнью и быть свободен. И понимание вот этого вопроса, то есть они из благих побуждений контролируют, а у другой стороны это рождает напряжение, скрытый бунт, соответственно, ухудшение всех параметров жизни, и они тратят силы на борьбу вместо того, чтобы счастливо жить. То есть одной стороне нужно снизить контроль, а другой стороне нужно понять, что вот если висят часы на стене, то они для того висят, чтобы точно показывать время. Если существуют весы, то это тоже прибор, который выполняет некую функцию, и ожидать от него два грамма туда в одну сторону и в другую, это будет как бы неприятие функции вот именно этого предмета. То есть людям, которым повезло с тем, что у них в жизни есть такой контролер, который заботится о них, нужно принять как благо, что очень многие вещи в их жизни которые они не в состоянии были бы спланировать сами, они выполняют, то есть существует некое напряжение, которое создают гиперконтролем, а с другой стороны здесь очень много преимуществ, и если быть за это благодарным, то проще воспринимаются вот те ограничители и рамки, в которые тебя эти люди ставят. Это касается и детей, это касается просто взаимоотношений. То есть человек тебя контролирует не потому, что он тебе не доверяет, не потому, что он считает, что ты сам не в состоянии, а вот он такой родился. Валерия, у меня вот сейчас вопрос такой, но ведь изменить структуру, то есть когда к вам приходят люди, вы же не меняете там форму глаз, бровей, они сами меняются. Да, но если меняется, то есть определенные черты лица ответственны за, как бы выражают определенный там стиль поведения, мышления. Если человек меняется, вы снимаете стресс, это, кстати, как делается, это без гипноза, да, то есть это, ну, чтобы люди понимали, ну, как вот человек всех контролировал, он к вам сходил, а потом пришел домой, и все, и никого не контролирует, что он с ним делает. Нет, ну, не совсем не контролирует, он контролирует, но не настолько жестко, и он понимает, где нужно контролировать. Извините за тавтологию, да? То есть он делает это осознанно, там, где надо и где не надо, он это снимает, и снимается этот стресс. Каким образом это делается? Я сначала на первую часть отвечу. То есть структуры, они действительно изменяются. У нас ребенок, один и тот же человек, но когда мы смотрим на детские фотографии, мы видим, что бровки у него были немножко другие, у глазиков немножко другой, носики у всех детишек совершенно другие, чем у подростков, и тем более взрослых. А потом с течением жизни еще происходят трансформации в структурах, то есть если посмотреть, мы узнаем человека, прослеживая его детские, юношеские фотографии, зрелые, и в преклонном возрасте, это один и тот же человек. Но у него часто меняются и форма бровей, и собственно очертания губ, и других черт лица, оно как бы меняется, хотя это один и тот же человек. И есть чисто возрастная динамика генетических особенностей, но в силу того, что с возрастом люди становятся мудрее, они более понимают какие-то несовершенства мира, а у кого-то наоборот, да, и структура может смягчиться, а у кого-то в силу каких-то пережитых стрессовых ситуаций может наоборот усугубиться некая структура. И когда происходят балансы, то в течение 15 минут те структуры, которые являются не костными, а мышечными, есть форма черепа, а есть мышцы, которые застыли в том или ином, зафиксированы в том или ином эмоциональном напряжении. Так вот, в течение коррекции может значительно поменяться очень многие аспекты человеческого лица. А баланс происходит следующим образом. Во всех направлениях кинезиологии мы тестируем мышцы человека, прикасаемся к мышце, иногда совсем легко, иногда чуть сильнее, в зависимости от методов, которым мы работаем. И для того, чтобы снять информацию по методу 3 в 1, необходимо тестировать, прикасаясь к мышцам, тестировать в четырех позициях дельтовидную мышцу, для того, чтобы снять информацию со всех структур мозга. И необходимо также включить в это взаимодействие и другие мышцы человека, потому что, как я говорила, с каждой мышцей связан меридиан, энергетическая составляющая, и связаны органы и железы. И часть наших процессов безусловно происходит в головном мозге, но вот у нас еще существует система взаимосвязанных структур организма, которые привыкли жить в том или ином режиме и выделяют те или иные гормоны, которые часто руководят нашим поведением. Так вот для того, чтобы провести баланс, необходимо включить все структуры мозга и весь организм в эту работу. И в результате происходит как бы рассеивание того стресса, который явился стартовым толчком для того, чтобы зафиксировать в жестком режиме ту или иную модель поведения. Ведь мир такой разнообразный, нам так интересно жить, именно потому, что мы разные. Вот люди, каждый человек себя проявляют по-разному, им можно любоваться, и люди на противоположных каких-то проявлениях очень часто создают эффективные союзы. Но любой союз, он как раз в стрессовой ситуации, он подвергается напряжениям, когда вот эти вот особенности, они сверх того, что необходимо, проявляются и создают напряжение как самим людям, так и тем, с кем они в данный момент взаимодействуют. И вот узлы, вот эти вот узловые напряжения, которые могли быть в глубоком детстве, которые могли быть в какие-то юношеские годы или периоды социальных напряжений или семейных каких-то напряжений, они потом сохраняются у человека, как бы фиксируются и сопровождают его в последующие годы. А гинезиология, она может через мышечный тест обратиться ко всем структурам, к мозгу человека, ко всем его органам, и вот этот вот эмоциональный шаблон позволит человеку переписать, стереть это не то, но как бы осознать и вести себя вне шаблона, вести себя гибко. То есть если есть некая предрасположенность, то её можно использовать как талант. Ну у нас есть таланты самые разные, самые разнообразные, да? В том числе талант общения или талант, это тоже определенный талант, проявлять контроль, там где это необходимо. Кто-то это не умеет, а кто-то умеет. Так вот можно это реализовывать в виде таланта, а не в виде проклятия. То есть моя участь контролировать и держать всех в узде. Ну вот такие моменты можно преодолеть. Я правильно поняла, что баланс и коррекция это одно и то же название приема, да? Когда вот люди приходят к вам на индивидуальный прием с какой-то проблемой. А если человек приходит с проблемой, допустим, послушав нашу передачу, человек придет вот с какой-то проблемой своей поведенческой, может такое казаться, что не три в одном ему поможет, а какое-то другое направление кинезиологии. Так бывает. Да, конечно. Что люди приходят с одним, а ключевая проблема в другом. Конечно. Мы тестируем, каким методом в данном случае работать. Может быть, вы коротко нам о других методах расскажите. Иногда я начинаю или заканчиваю прием как микрокинезотерапевт, то есть это гомеопатическая пальпация, совершенно легкая, и людям кажется, что их просто где-то прикоснулись. Пальпация – это прикосновение пальцами. Это прикосновение пальцами, это через кожные покровы. Мы снимаем информацию о состоянии организма относительно той или иной проблемы, будь то физическое недомогание, или это какие-то эмоциональные переживания, бессонницы, напряжения и так далее. Иногда, наоборот, нужно работать с человеком с максимальным вовлечением мышечного аппарата. И тогда можно применять технологию Гипертон-Х, когда мы позволяем каждой мышце наполниться кровью, полностью реализовать свой потенциал. И эта техника очень интересная, хотя в то же время она достаточно проста. И людям часто там дается домашнее задание, когда через работу с мышцами они могут раскрепостить очень многие возможности в своей жизни. И существуют филигранные такие направления, которые называются нейрокинезиология. И здесь мы можем сканировать практически по пучку нейронов и каждую структуру мозга. Мы можем диагностировать нарушения в производстве и транспортировке нейромедиаторов. И по существу мы сканируем и весь мозг, и все тело человека. Буквально по доклеточному уровню мы можем обратиться и к клеточной структуре, к составу крови и так далее. По той или иной проблеме. И это, конечно, расширяет возможности терапевтов. Люди сейчас обучаются. Я обучаю ряду направлений. Например, форматирование стресса в структурах мозга и снятие напряжения в нейронах сердца и пищеварительной системы. Это достаточно простая техника, которую может освоить любой, кто умеет тестировать 14 мышц. Для этого не надо быть врачом. Для этого не надо быть психологом. То есть человек может с какой-то профессией, которая раньше этого не касалась, может даже зайти и тоже этому научиться. Мы всегда рекомендуем людям проходить какие-то элементарные курсы для того, чтобы дома собственно иметь возможности проводить гигиену своей психики. Потому что то, что мы ежедневно принимаем, а вот придя вечером с работы или встретив ребенка или мужа, каким образом снять то эмоциональное напряжение быстро, в течение 5-15-20 минут или может быть часа, в зависимости от того, какое было напряжение. И во всех структурах кинезиологии существуют курсы, которые любой желающий, во всех направлениях, которые любой желающий человек, осознающий, что эмоциональное состояние оно и нуждается в такой заботе, он может освоить эти приемы. А для тех, кого это захватывает или для тех людей, которые работают профессионально, будь то медики, будь то психологи, будь то люди, которые работают с телом, или просто люди, имеющие повышенный какой-то потенциал познавательный, стремящиеся к самореализации, они могут тогда пройти более глубокие курсы. И иногда люди меняют свою специализацию, меняют профессию, потому что это захватывающий процесс. И проведение каждого баланса на порядок интереснее любого фильма или любой книги. Потому что, во-первых, люди, они очень интересны, у них у каждого своя история. Чаще, конечно, люди приходят с не самыми веселыми историями, но когда они потом уходят счастливыми. Да, но, как правило, фильмы и книги, они тоже на какой-то проблеме замешаны. Ну, в общем, да. Идёт Иван Заревич, и потом, пройдя 33 препятствия, становится из дурака, становится красномолодцем. Да, практически во всех направлениях кинезиологии с помощью мышечного теста мы можем совершить возрастную регрессию, иногда на несколько поколений. Потому что, вот недавно мы отмечали День Победы, но практически в каждом балансе эхо войны любой кинезиолог, он с этим сталкивается, с этими напряжениями. Когда повышенный адреналин, когда повышенные чувства страха. То есть... У молодых людей, не у фронтовиков, да? То есть у тех людей, которые родились уже после войны. Да, это сохраняется. То есть сильные переживания, острые переживания, они записываются на клеточном уровне, и люди их наследуют. Для примера я могу рассказать сейчас опыт, который проводили над крысами. У нас же над животными производят очень много опыта. Так вот, одному поколению крыс давали есть вишню, которая им очень нравилась, и в этот момент пропускали ток по одну клетке. И записывали энцефалограмму, которая показывала там страх, ужас и так далее. И потом через несколько поколений крысят, они достаточно быстро размножаются, тоже крысятам дали вишню, но ток никакой не пропускали. И сняли энцефалограмму. И показатели энцефалограммы были те же, хотя вишня им нравилась. То есть они испытывали стресс, когда пробовали эту вишню, несмотря на то, что стресса как такового не было. Он был записан в генетической памяти. И сейчас очень многие проблемы, к которым приходят люди, они корнями растут из военных, предвоенных лет, из коллективизации, из истории нашего переворота в нашей стране, который был, и из всех этих последствий. То есть это и вопросы переедания, избыточного веса, взаимоотношений и так далее. И вот этот стресс, которого как бы причин ему нет, но люди живут в избыточной тревожности, в не понять, почему возникающей агрессии, в какой-то состоянии депрессии, горя. Хотя в жизни всё хорошо, можно быть счастливым. Вот через один, два, несколько балансов, если это сложный такой вариант, то эти состояния могут уйти, а вместе с ними напряжение в плане здоровья. Проводили эксперименты Гант Силье, он наблюдал большое количество животных, и, собственно, ему принадлежит вот эта теория стресса. И я расскажу, он разные проводил эксперименты, я расскажу о самом гуманном эксперименте. То есть комфортная зона проживания крыс 22 градуса. И он при сохранении избыточного рациона, то есть они могли кушать вот сколько хотели, пищи было вдоволь. Было снижение температуры на 4 градуса, до 18 градусов. И вместо двух лет, они живут два года в среднем, их продолжительность жизни уменьшилась на 6 месяцев. То есть четвёртой части жизни. Жизни, да. Нет. Просто из-за того, что длительно сохранялась стрессовая ситуация, хотя, согласитесь, это достаточно мягкая стрессовая ситуация. Вот к чему приводит стресс. В то время как существует кинезиология и самые различные её направления, которые помогают с этими стрессами расставаться. А ещё лучше их не набирать там, где мы можем это делать. То есть люди рождают себе стрессовые ситуации в общении гораздо больше, чем им на самом деле жизненные условия, требования на работе, ситуация в стране и так далее. Но они как снежный ком, да, накапливаются, накручиваются одна на другую проблему. Если решить ключевую, то можно и весь этот клубок размотать. Да, чаще всего происходит так. Ну, давайте вернёмся к нашим особенностям поведения. а мы можем ещё поговорить. Вот вам встречались люди, для которых необходим мир и согласие любой ценой? Да, конечно. И вы такого человека можете с первого взгляда увидеть, если вы знаете особенности генетические. И, с одной стороны, это хорошо, когда человек ищет возможности наладить контакты, наладить баланс. Согласитесь, это здорово. Но, с другой стороны, в каких-то ситуациях необходимо обострить ситуацию, для того, чтобы люди могли увидеть, не заметать под стол вот эти напряжения. Но, с одной стороны, не создавая какой-то суперконфликтной ситуации, просто рассмотреть ту или иную тему, расставить акценты. И иногда это значительно обсложняет людям жизнь. Вместо того, чтобы посмотреть на проблему и решить её, такие люди делают вид, что проблемы нет или любыми способами её тушуют. И иногда это вместо решения, то есть это такой мир на пороховой бочке. В результате возникает мир на пороховой бочке. И то, что могло решиться, ну пусть некоторыми эмоциональными напряжениями, но решится конфликт, то есть если он сдерживается, если делается вид, что вообще всё хорошо, ничего не происходит, то в конце концов это очревато гораздо большими какими-то последствиями. Если говорить, сейчас мы рассматриваем то, что у человека, собственно, нарисовано на лице, а именно это форма бровей. И действительно по форме бровей мы можем понять, чего же можно ожидать от того или иного человека в той или иной ситуации. И если рассматривать фотографии артистов, то человек, который склонен к системности, или людей творческих специальностей, человек склонный к системности, он может выделить вот ту структуру, которая отличает творческих людей, которые не могут делать по шаблону. Говоря о творчестве, это может проявляться где угодно, в науке, какие-то нестандартные решения, в спорте и так далее. То есть есть люди, которые могут делать вот по образцу. Ну есть какой-то стандарт, и они могут этот стандарт повторить. Но сделать что-то новое для них иногда бывает не так просто. А есть люди, которые не могут, даже если они один раз что-то сделали, они под пистолетом не могут повторить то же самое еще раз. И конфликты на бытовом уровне, их можно наблюдать в жизни. Недавно я наблюдала ситуацию. Один человек, такой склонный к контролю, попросил другого себя сфотографировать. Вот просто взять и сфотографировать. Нет. Человек продуктивного стиля, он не может просто фотографировать. Ему нужно фотографировать. Вот в какой-то вот такой вот позе. Встаньте там, сделай вот так. А давай ты подойдешь, и я тебя сфотографирую, подними руку, обними эту вазу и так далее. То есть он не может вот просто нажать на собственно кнопочку и сделать вот просто фото. Это выражение достаточно крайне в стиле. Но тот, кто попросил просто сфотографировать, он уже готов был просто сбежать, вырвать этот фотоаппарат. Уже пожалел, да? И уже пожалел. Лучше бы я сам себя сфотал. Да. И вот это творчество, оно людям дает склонность к изобретательству и невозможность делать по стандарту. С одной стороны, это замечательная структура, но иногда это может тоже значительно увеличивать сроки сдачи любого объекта. Как всегда, во всем нужна мера. Да, во всем нужна голодая средина. И, конечно, не всегда люди относятся к одной либо к другой крайности. Правильно, Олегия? То есть есть и люди, которые... Конечно. Мы сейчас говорили о крайностях. Именно крайности мешают нам жить. И мы желаем, дорогие друзья. Мы заканчиваем нашу передачу. Желаем вам не впадать в крайности, находить золотую середину. Валерия? Я надеюсь, что эта информация поможет вам. Вы можете другие передачи на эту тему посмотреть на сайте Кинез.дв и живите счастливо, здорово и любите друг друга. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok